Приветствую вас. И вся проблема заключается в том, что вы достаточно долгое время живёте так, как живёте. Что это, вы достаточно долгое время живёте вот в таком режиме, да, режиме подавления контроля. Понятно, что вам хочется свободы, понятно, что вам хочется какого-то, ну, какого-то блацдарма для манёвра, ну, то есть, чтобы вы могли, к примеру, как-то себя показать, да, чтобы вы могли как-то себя реализовать, это понятно. Но мой опыт показывает, мой опыт показывает, что люди срочно выходят из состояния контроля для себя. То есть, а в каком смысле слова, да, в каком смысле они, ну, тяжело выходят из контроля? В том смысле, что вы привыкли так жить. И не так просто будет на самом деле вам именно отказаться от того, что вы имеете сейчас. То есть, отказаться хочется, отказаться хочется, это безусловно, это понятно, что хочется отказаться. И, собственно, ну, жить в своей жизни. Вот. Но, по факту сделать это, вот именно фактически это сделать, будет сложно. Поэтому я бы сказал, что коллеги, когда говорят, что вам нужен именно какой-то вот поэтапный план действий, они правы в этом смысле. Вам действительно нужен определенный поэтапный план. Потому что без плана, без плана и без определенной постепенности, да, у вас ничего не получится. То есть, самостоятельность нужно брать именно постепенно, самостоятельность нужно именно постепенно вырабатывать, самостоятельность нужно именно постепенно формировать. это не происходит, ну, как-то вот спонтанно, да, это не происходит как-то само по себе, абсолютно не происходит само по себе, такие вещи сами по себе не происходят, поэтому первое, что нужно, да, это работать со страхом, вот, первое, что нужно, это освобождаться, уходить от страха, то есть, освобождать свои чувства, освобождать свои желания, освобождать свои потребности, свои эмоции, вот, а второе, это говорить нет, когда это нужно, вот, именно говорить нет, это вообще ваше, как бы, священное право, да, говорить нет, но это мне нужно учиться, это мне нужно учиться, вот, что еще необходимо, это формировать свои собственные, свои собственные системы ценностей, вот, формировать свои собственные взгляды, формировать свои собственные представления о, там, к примеру, ну, к примеру, о жизни, вот, и, соответственно, на них уже опираться, что это все отделяешь, да, вот, нужно отделять, что с вам подходит, что с вам не подходит, ну, а это, понятное дело, это достигается только путем работы, это достигается только путем работы над собой, вот, либо других вариантов, то есть, в принципе, и нет, и, в общем, в целом, да, быть не может других вариантов, вот, поэтому, такая вот история, вот, когда вы говорите, соответственно, чтобы мы вам помогли, да, очень важно понимать, какой помощи вы хотите от вас, ну, то есть, что это помощь вам нужна, какая помощь вам нужна, вот, понимаете, потому что, а, ну, какую помощь вы сами готовы принять и получить, то есть, совершенно очевидно, что, ну, вам требуется помощь, да, это правда, это так, но, как будет эффективнее всего, к примеру, вам помочь, как будет лучше всего вам помочь, согласитесь, это то, что, ну, нужно еще исследовать, чтобы помощь вам была максимально эффективной, к примеру, вот, понятно, да, о чем идет речь, вот, то есть, мы хотим, мы, мы хотим, сделать так, чтобы помощь, которую мы оказываем, была максимально эффективной, для этого нужно исследовать, а, ваши индивидуальные особенности, вот, ну, исследовать вас, в конце концов, да, да, вот, я предлагаю вам, вот, примерно, так, действовать, в таком ключе, ключе, предлагаю действовать, вот, и, соответственно, личный, личный рост, да, переоценка своих ценностей, все это, безусловно, является очень важным, важным моментом, для вас, вот, ну, а мы поможем, а, вы понимаете, вот, и в первом, вашем вопросе, на который я отвечал, если помните, там, вы писали, что, одинокая, запуганная, никому не, никому не нужна девочка, она что-то, что-то, что-то типа того выписала, вот, а, что первый вопрос, что второй вопрос, это, к сожалению, к сожалению, да, вопросы жертвы, к сожалению, это вопросы больше жертвенный, это, ну, жертвенный вопрос, вот, помочь жертве нельзя, к сожалению, вот, то есть до тех пор, пока, вот, вы, вы сейчас созреваете, вы понимаете, что, ну, да, ну, что-то я делаю не так, что-то нужно менять, ну, мне, вот, понимаете, что уже нужна помощь, вот, вот, но пока вы готовы только для такого вот, и, эээ, скажем так, полуанонимного обращения, ведь проблемы-то периоды, как я уже сказал, и, задача наша в том, чтобы научить вас действовать, вот, для этого используются различные методы, например, методы когнитивной терапии, вот, используются. Очень хорошо. Поведенческая терапия здесь применена. Работа с чувствами, шанзакный анализ. Все это можно использовать. Надо работать с вами. Понимаете? Понимание родителей тоже очень важный момент. Сейчас они для вас, вам точнее, представляют кем-то вроде страшных великанов. Ну, мне почему-то так кажется, что вы видите их страшными великанами. Твоих родителей. Хотя, на самом деле, конечно же, это не так. На самом деле, это, конечно же, абсолютно не так. Вот. И вот развенчать, да, развенчать образ ваших родителей и является одной из основных задач. Вот. Но делается это именно в индивидуальной работе. Это не делается в таком формате, который вы выбираете. И это делается при вашем активном участии. То есть, только при, к примеру, условии, что вы сами готовы работать. Вы сами готовы меняться. Давайте. А готовы ли вы меняться или нет? Ну, для меня, если честно, это пока не очевидно. Вот. То есть, вы извините, да, но для меня не очевидно. Готовы ли вы меняться или нет? Вот. К сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будро помочь». Попробуйте почитать книгу «Парсин до барьеры». Вот. Если у вас совсем нет желания и возможности работать с психологом. Ну, только в этом, только в этом случае почитать эту книгу. Какие-то моменты, навыки приобретения это вам даст. Что касается дальнейших живетов, где все-таки индивидуальная работа. Что я рекомендую, да, вот что я рекомендую сделать? В качестве рекомендации. В качестве рекомендации я, значит, личное пространство. То есть, в пределах, в пределах, своего дома, дома, да, своей комнаты, вам необходимо создать для себя такое пространство или, может быть, правильно было бы сказать, такой вид пространство. А где бы вы, где бы вы принадлежали бы только сами себя. И все. Куда никому не было бы доступа. Вот. По сути. Вот. Понимаете? Это первое. Второе. Практикуйтесь со словом «нет». Используйте это слово «нет». Почайше используйте это слово «нет». И будьте готовы платить ту цену, которую нужно платить. которую необходимо платить за то, что вы говорите «нет». Я не очень понимаю, а вы не очень верно описываете, ну, не очень подробно описываете, да, что именно делает родители. Это насильно вас удерживать никто права не имеет. Если это происходит, то уже преступление, и вы праве подать, соответственно, правоохранительные органы, написать заявление, там, тоже, как бы, можно позвонить по телефону, написать в интернете, сообщения, так далее, все это сделано. Никто не имеет права это делать. Другое дело, что после этого начнется ваша взрослая жизнь. Вот. И... Вопрос заключается в том, ну... Готовы ли вы к ней? К личной жизни? Вот. Мне кажется, мне кажется, что до конца мы не готовы. Ну, мне почему-то так кажется, что мы не готовы. Я могу ошибаться. Честно вам. Честно вам скажу, да, я могу ошибаться. Вот. Я не претендую здесь на истину. Вот. Но, тем ни с тем не менее. Для начала следует узнать, что у вас за права, какие это права, на что вы имеете реально право. Согласиться нужно с этим, с собой. То есть я... Ммм... Насчет. А, Мария. Имею право, там, на то-то-то. Я признаюсь, что я имею на это право, и готовы для этого сделать то-то-то-то. Вот. Вот. Таким образом, вам необходимо определить свои цели. Задачи. Точнее, не так. Сперва задача, потом цели. И... Только после этого... Уже... Как бы... Уже можно будет что-то делать. Так. Вам нужно... Себя. В некоторой степени, да? Сформировать. Без этого не получится. Одна вы справитесь. Ну, вряд ли. Вот. Так. Прибегать с помощью или нет, это уже... Вам решать. Такая вот история. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если он сделает его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.